да ничего не изменилось это все тот же день это правда это правда все тот же день для нас для тех кто будет смотреть у них может быть другая правда может быть другой день и если первой части мы там рассмотрели вопрос касаемый правды говорить не говорить что-то правда и так далее то сейчас я хочу вот о чем порассуждать с ладом такая штука дамы и господа значит есть такое слово слышали покаяние вот и с этим словом вот какая мысль возник возникла это опять не я придумал я просто слышал одну радиостанцию и там вот о чем сказали что вовсе само сам процесс вот это покаяние покаяние ну на мой взгляд это когда ты сам себе вот кстати можешь сам себе внутри сказать правду не обязательно чтобы кому-то да да ну здесь есть вопрос покаяния то есть не не кому-то ты там а именно себе в первую очередь ты сам себе можешь сказать правду внутри себя сказать правду но в сегодняшнем технологическом мире когда технологии достигли такого ну уже достаточно высокого уровня покаяние само собой как-то отпадает по какой причине сейчас я скажу вот в этой передаче было сказано что допустим ну допустим разбил я стакан а ничего страшного пойду новый куплю ну и делают много они уже копейки стоят в каждом магазине можно купить стакан то есть никакого покаяния как бы у меня нет в этом плане там не знаю я могу кого угодно в чем угодно обвинить послать через youtube через кого через да там через запись через ватсап через смс ну как-то и ничего страшного ну опять ну понятно то есть и у меня не возникнет такого ощущения как бы ну как бы опасности опасности да технология это технология там может сказать это не яд на муку лить куча потом я могу там что-то еще там не то сделать и благодаря технологиям это все исправится не нивелироваться то есть допустим я записал видео а потом его перезаписал понимаешь нет но бывает след который уже все отпечаток ты записал сейчас пока пока ты не залил его там на youtube еще ты можешь вот эта точка бифуркации сейчас я это запеть сложные слова бифуркация какая-то и так далее ну видишь ты как богатый уедешь на слова о чем я хочу вот поразмышлять вот значит над словом покаяние и на твой взгляд вообще с точки зрения изучения практики боевых искусств и само самовосовершенно самовоспитание сам личного да просто это штука необходимая не не утратила ли она не утрачивает ли она свою актуальность и я не говорю сейчас о с религиозной точки зрения а вот да и с любовь можно говорить с любовь с любовь абсолютно да с любовь да и вот опять есть тоже так книжка даже есть пока я не я пока я не я там Дмитрий Троцкий как бы там и он говорит что ну там пишет в этой книжке тоже почитайте мне понравилось я ее купил и подарил ну прочитал подарил чтобы ну такое можно держать да можно не держать и поэтому пока я не я то есть пока ты сам не в себе допустим состояние аффекта ну вот что-то я сегодня жгу этими всякими словами если ну сам ты говоришь измененное сознание это значит не ты ну вот говоришь я не могу с тобой разговаривать пока ты в измененном состоянии сознания ну не меня а как там любят да и в аффекте то есть если эмоция я хочу правду сказать да тебя не спрашивали что ты там хочешь сказать правильно ну измененное состояние сознания то есть человек в какой-то в нужде находится в нужде в какой нужде что-то сказать в предыдущем разговору и поэтому быть собой а что такое быть собой опять ну всем это нравится эмоции же тоже нужны скажем так а быть собой это ты умиротворенный ну но в гневе это же тоже ты но только чуть-чуть измененный и поэтому пока я не я то есть нужно отслеживать свои не я и возвращаться это самое в безопасное состояние а какое оно безопасное состояние у каждого любое кто-то любит чтобы у него все кипело все дрожало там всем правду матку и я как на войне как на войне да а кто-то ты приходишь ну мы же про спорт говорим опять же да соревнования еще одни все воскресенье туда-сюда турнир такой-сякой ты говоришь ух ты здорово а потом ты пришел к тому что надо ну здорово да но надо же зарядку делать дышать ты же был да до блюваты тренировался был такой период это был ты ты сейчас ты ты ну просто другой и поэтому возвращаться надо всегда к себе так ли я себя чувствую туда ли я иду это называется рефлексия опять какое-то слово ну вот пока я не я то есть ну видишь как вот допустим да сегодняшний мне вот это понравилось пока я не я да я я я не знаю как этимиология этого слова пока я не не пока я не я но возможно это что-то связывается не имеет смысл просто вот как как я возможно так же как семья понимаешь то есть да понимание нет это семь семья но это как бы тоже стереотип есть и другие интерпретации ну есть другие да семья есть у каждого своя семья да семья семья покаяние ну вот просто мысли в том что с ростом технологии с технологическим ростом что с ним само само вот это восприятие покаяния оно отпадает как я тебе сказал то есть помочь если раньше в старину соль просыпал да да ну как бы как говорили раньше соль просыпал значит ругаться будем почему потому что тогда соль была очень ценность да была соль а привычка осталась да все а сейчас нет я к чему говорю а сейчас уже уже эта привычка отходит почему потому что до этой соли столько это понятно но ее технологии настолько технологии добычи продажи цены к привычкам мы сейчас да вернемся я тебя перебью у меня желание не придавим силы по поводу привычки по поводу вообще по поводу действий ну там правду покаяние надо ли делать не надо ли делать про себя расскажу не про других допустим родители сыр да раньше был сыр вот они его отрезали и выкидывали часть это самая сухая корка сухая я ребенок я же на это смотрю как бы и дети учатся как подражают как ты говоришь могу вот это делать могу вот насмотрится ютуб и говорит я могу пранки там всякие делать пошел пранк сделал на тебя нарвался или на меня голову открутили куда-нибудь ноги попереломали а это пранк там я не про это про привычки и вот стоит масло и я такой самый порядочный масло обрубаю выкидываю обрубаю выкидываю которое чуть-чуть более желтое то есть я сыр с маслом перепутал но теоретически мог бы огреть все потому что это было ценно в нашем детстве масло и что это сын раскидывается а я не раскидываюсь потому что я увидел и делаю как по шаблону но продукт он похож что сыр что масло скажем так а я что отличил это что ли вот привычка неосознанности да ну вот смотри ну мне простительно я ребенок но так же мы тебе простительно ты ребенок а взрослые они привычки и вот покаяние помогает отследить эти привычки их нивелировать если они несут какой-то ценности то есть это покаяние не нужно делать а просто оно если ты делаешь что оно принесет тебе пользу вот так вот я бы сказал на это ну еще вот такую мысль я выразил что как только ты что-то такое задумал то лучше всего ну есть такие поговорки там семеро жатмель то лучше всего ну покаяние сделать то есть подумать насколько потому что любая мысль это уже не ты мне так кажется любая мысль возникнувшая у тебя в голове это уже не ты потому что любая мысль она возникает ввиду того что ты или увидел что-то или что-то прочитал или что-то кто-то вот как ты говоришь тебя научил или показал и потом она на основе вот этих всего у тебя вдруг мысль зарождается вот как сегодня да я я почему эту тему возник потому что я где-то что-то увидел и начал сейчас ее излагать ну вот заинтересовался да получается я уже стал не я изначально значит я уже должен тогда получается не должен это контроль внимания да тогда у меня получается так я должен сделать покаяние внутри себя так вот подумать а насколько это вообще ну почему должен мне так слово должен не нравится ну хорошо не должен я просто спасибо ну вот мы сегодня две вот такие темы да разговорились это правда и покаяние они ну вот еще раз вернемся я хочу вот к чему к вопросу может быть я не так немножко трактую там всю эту тему откуда я ее взял все таки с технологией нет я это тебя понимаю то есть когда с увеличением технологий сам принцип покаяния отпадает нет это про ценность то есть ты ну ты говоришь это хорошо ценность покаяния исчезает потому что у тебя еще раз есть польза если есть польза то ценность она не меняется просто мало используют это все делают это как инструмент они есть разные кто-то в сектах это используют скажем так покаяние много тревоги очень много тревоги у людей а ты лучше всех не тревожиться и все на тебя смотрят как на такого странного не не тревожится А ты говоришь, не тревожься А как не тревожься? Мало того, что я говорю, не тревожься Я тоже пытаюсь Во мне тоже зарождается тревога И покаянием ты ее нивелируешь Я пытаюсь, да Почему? Потому что я вижу, что тревога Значит, я остановлюсь в этом покаянии Ты не собой становишься в тревоге Я начинаю себя искать Действия неправильные, неточные Искать, где Вот эта искра, которая меня Правильно, но ты можешь найти это А может еще уровни Глубже, глубже, глубже Почему я так делаю? Потому что Сыр с маслом перепутал Попутал Не из-за того, что маленький А можно и все во взрослом Там историю в книжке читал Говорит, тоже отрезал Вот маленькие технологии еще раз Вот По поводу технологии Вот вода в кране открыл Вода течет Если раньше Раньше не было же в кранах вода Но у нас сейчас нету Воду носить, да? Ну Вот смотри, я воду взял, несу И случайно растолкнул У меня блин-бум Упало Ведро То есть В сегодняшней ситуации Это ничего страшного Как бы нет никакого покаяния Понимаешь? По этому поводу Почему? Вода утекла И фиг с ним Я кран открыл Технологии все Подачи воды И вот она вода Я могу открыть кран И она льется вода Я пошел там пока чашку взял Здесь вода льется И так далее У меня даже нету мысли о том Что Это ценность Это ценность То есть Что надо беречь А она у тебя появится Если условия поменяются Да Если ты будешь потом То, что ты налил Ты должен будешь Септик вызывать Откачивать Но сегодня все больше Все больше технологий Так увеличивают Ну Развиваются Да Что Что получается так Что само принцип Вот этого покаяния Понимание того Что я не я То есть Что я делаю Подожди Там я Я там А что Ну я выпиваю А фигня Я пойду там Завтра там Сделаю себе Там таблетку Приму Как это да Выпил Как это да Эту таблетку Кидай в этот Как его называется Такая шипучка Хоп И на следующий день Нету А как она называется Я не знаю Как она называется Упса Нет Не имеет значения Алкозельцер Там и такие Всякие эти штуки То есть Опять технологии придумали И говорят Дружок Ничего страшного Бухай Бухай Ну вот тебе потом Вот это хуй хлоп И все это на утро Как новый да А вечером опять бухай Понимаешь Нет А с точки зрения Тренировочного процесса А А ничего страшного Это еще Власов сказал Известный Штангист Да Олимпийский чемпион И так далее Что он сказал Когда он сказал Когда в спорт Пришли допинги Мы занимались И у нас Технологии не были так развиты То есть Технологии в спорте Шли от методик 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 Тренировочного процесса Методик А как появились допинги Технологии шли не от методик Тренировочного процесса А от методик Фармакологического Ну Фармакологического Правильно Сейчас смотри И получается что Сегодня я могу Тренироваться Много 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 До предела Потому что я знаю Что я вот Приду В колю себе Выпью что-нибудь Да И у меня восстановление Пройдет Не за неделю А за полчаса Но это тоже нужно Восстанавливаться Правильно Но в итоге К чему это приводит Я вот о чем говорю То есть Технологии приводят к тому Что мы сами Вот это Мы не мы становимся Понимаешь Я не я Поэтому вот это покаяние Оно отпадает И я уже говорю Какое покаяние О чем вы Ребят Что Это Нет Они сами это нам отдали Это Нет Мы здесь даже не были Понимаешь Какие Это все Вот технология Раз напечатал Видео сделал Смонтировал Вот пожалуйста Был написан Заходите Добро пожаловать Мы сошли Мы сошли Погласен А другое видео Потом опять сделали Сказали Нет А вот другое Было написано Вход запрещен Как так Да А мало того А потом оказывается Что это все На одной киностудии Сделало Пойдем греться Да Мы идем греться Оставайтесь с нами Оставайтесь с нами